Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня у нас будет цыпленок табака и еще вот такая вот картошка фри. Приготовление моей мамы. Вы просили больше домашней еды. Пожалуйста, выглядит вообще потрясающе. А картошка какая! Ой-ой-ой! Кола. Что мы делаем? Как ее разделываем? Я все съесть, естественно, не смогу. Буду есть прям руками. Господи, что это за кусочек огромный? Ой, какая нежная! Какая нежная! Я очень люблю курицу. Во всех ее проявлениях. Вчера ночью проснулась в 12. То есть я легла где-то в 8, по-моему, или в 9 легла. И, в общем, посреди ночи проснулась. Я понимаю, что я хочу кушать. Быстренько приготовила себе такую шаурму. Такую божественную просто шаурму. Как-нибудь хочу снять мукбанг. Сравнение домашней шаурмы и, например, погубное. Вот вам какая больше нравится. Раньше, когда мы маленькие были, когда мы посреди ночи просыпались, мама говорила, нет, быстро спать и так далее. А сейчас я как лунатик хожу. Ночью кушаю. Мамы ноль реакции. Здесь очень много чеснока. Господи, как это вкусно! Я позавтракала сегодня. Сегодня мукбанг не снимала. Выложила для вас влог. Я не знаю, как дальше, но влоги тоже очень хорошо набирают просмотры. И вы знаете, это меня очень радует, если так пойдет. Я буду вам очень часто снимать влоги. Вообще, в начале даже создания моего канала, я не знаю, почему, но всегда у меня влоги шли лучше. Уборки, влоги. Вот раньше я мукбанги не снимала. Но относительно сравнивая мои другие видео, например, какие-то косметические влоги, мне почему-то всегда влоги хорошо набирали. Сейчас, конечно, мукбанги. Но мне приятно, что вы смотрите. Еще сегодня буду снимать факты о себе. Я как-то в инстаграме у вас спросила, что вы хотите. Факты обо мне? Или еще один влог? И много людей написали факты, но какие-то интересные, которые мы не знаем. Да, есть очень много. Ой, как я люблю. Сейчас многие скажут, что фу, как ты это ешь. Я обожаю. Он такая жирная, сочная. Я вообще люблю покушать. Факты я вчера села, составила. 10 прям интересных фактов получилось, но я думаю, что 10 маловато. Это прям такие вещи, которые я никогда в видео не говорила. Слишком личные даже. Раз делать, делать от души, правильно? Соленый огурчик. Как он здесь в тему? Ребята, как бы сказала Марина, это пушка. Но кола, кстати, не очень. Опять мама купила колу без сахара. Типа я худею. Невкусная кола, если честно. Я люблю классическую колу, обычную. Фанты, смотрю, там какие-то новые фанты выходят. Лайв и так далее. Неплохо, соглашусь, но мне больше нравятся привычные вид фанты. Это прям чувствуется, что это цыпленок. Меня мама всегда в детстве назвала цыпленок. Я уезжала в деревню, и мама говорила, ну как ты там, мой цыпленок? Я говорила, хорошо. Как-то я, кстати, в одном видео сказала маме мать. И там в комментариях кто-то пишет, что мать, это же так грубо. Как ты можешь маму называть мать? Вообще-то мать, это древнерусское, по-моему, слово. И наоборот, это признак уважения к родителям. Мать, отец. У меня даже папа записан в телефоне как отец. Для меня это более, как сказать, уважительней, чем просто папа. Отец как-то, мне кажется, посолиднее будет. Ой-ой-ой, пол курицы уже нет. Сейчас съем эту половинку и все. Если вы не видели мой влог сегодняшний, обязательно посмотрите. Я вам оставлю ссылочку. Потому что, на мой взгляд, тоже он получился очень интересным. А еще самое главное, комментарии. Все пишут, что он получился очень интересным. Меня это не может не радовать. Я прям, знаете, когда я снимаю влог, я не напрягаюсь. Я не пытаюсь что-то выдумать, специально что-то купить, чтобы показать. Ой, не знаю, надо специально что-то вкусное приготовить, чтобы по влоге показать. Я просто показываю свою жизнь. Господи. Я помню один комментарий, одна девочка мне написала, Айка, да не надо, говорит, ничего покупать, ничего выдумывать. Просто снимай свою жизнь, нам это будет интересно. Не надо специально, говорит, тратить деньги. Вот ты дома, говорит, например, разбираешь одежду. Снимаю. Я так подумала, если есть люди, которым интересно просто моя повседневная жизнь, как действительно, знаете, все происходит не просто по сценарию. ты снимаешь влог и думаешь, вот-вот, на третьей минуте будет вот это вот, а потом по сценарию будет это. Правда, так получается не очень профессионально, да, но зато искренне. От души. Ну, все что. Вот так вот. Обычно я вот эту часть курицы вообще не люблю, ножку. Самая нелюбимая часть, но здесь она настолько хорошо приготовлена. Невозможно, чтобы это не понравилось. Я в отпуске, мы с Фатей так договорились, чтобы и Фатя была в отпуске в одно и то же время, и я, чтобы мы могли максимальное количество видео снять. Но что-то мы ленимся реально. Например, обычно, даже если мы работаем, мы находим свободное время, например, по вечерам снимаем, или еще что-то, или, например, на выходной. У меня просто свободный график, я могу... Не то, что свободный, у меня гибкий график. Вот. И мы как бы снимали каждый раз, когда мы виделись, минимум два видео. А сейчас у нас отпуск, у нас куча времени. И мы снимаем одно видео, потом сидим, чай пьем, болтаем, читаем комментарии, обсуждаем. Так что я не знаю, мне кажется, что чем больше человек загружен, тем больше он успевает. может, другие люди по-другому, но я лично такая. Даже дело не в фате, обычно я такая, давай, давай, давай снимать еще второе видео, а еще третье, начинаю. А в последний раз я прям сижу такая, ну давай пойдем, пошопимся, потом посидим, чаек попьем, потом видно будет. я не могу ее раздеть, курицу. Очень вкусно, ребят. все. Все. Руки все жирные. Вернемся к вопросам, которые вы мне задали в моем инстаграме. Жирными руками берем телефон. Вот такой вот интересный вопрос, почему не хочешь снимать видео после 30? Я не знаю, может быть мне стукнет 30, я дальше буду снимать, меня это будет вдохновлять, но YouTube я делаю не потому, что, знаете, как бы нужно что-то делать, как-то продвигаться вперед. Вот я сейчас снимаю видео, потом стану актрисой, потом стану певицей, буду ходить на свадьбы, зарабатывать хорошие деньги. И у меня нету такой цели вообще. Я очень стеснительный человек. Подписчики, которые меня видели в жизни, они знают. Поэтому. Если у меня будет серьезная прям такая работа в 30, реально на самом деле, я думаю, что нужно давать еще и дорогу молодым, так скажем. Все-таки YouTube это платформа для молодежи, на мой взгляд. Поэтому я, скорее всего, уйду. Ну, до 30 лет еще много времени. Так что я с вами не прощаюсь. Это как Ивангай. О, Господи, крутится все. Кто знает Ивангая? Он же тоже в какой-то момент ушел. Например, есть блогеры, которые учились на режиссера, на актрису. Я человек далекий от этой всей сферы, понимаете? А может быть, люди снимают видео, а но из-за таких, как мы, например, их видео не выходят в рекомендованные. Правильно. То есть, если у меня будет хорошая работа, 30 лет, уже семья, я думаю, как-то это будет несерьезно снимать видео. Но не факт. Может быть, я передумаю и буду дальше снимать. то есть, пока что я думаю так. Может, с возраста мое мнение поменяется. Не факт. Хотела бы бросить YouTube. Сейчас нет. Я обожаю мукбанки. Мне нравится, что у меня хорошие просмотры. Мне нравится, что у меня стабильные просмотры. То есть, у меня нет такого, что одно видео взорвало, а другие не набирают. У меня стабильно, все хорошо, поэтому ничего бросать я не хочу. Как ты думаешь, секс на первом свидании это нормально? Нет, я думаю, что это не нормально. Не в зависимости даже от менталитета, от вероисповедования. Мне кажется, это слишком рано. Я считаю, что человеку нужно узнать, как я узнаю сейчас эту курицу. Что ты предпочитаешь, айфон или самсунг? Вот это очень хороший вопрос. Я считаю, что самсунги снимают лучше, чем айфон. Но айфоны имеют очень хорошую ликвидность, можно так сказать. То есть, в любой момент вы можете продать свой даже старенький айфон. А старый самсунг вы никому не продадите. Можно продать, но за копейки. В общем, когда сравниваешь эти два телефона, легче продать айфон. Но я работала в сфере техники и мне больше нравится, как снимает именно самсунг. Особенно S-серия. Они вообще обалденно снимают. Я на данный момент не хочу менять телефон. Я хочу купить себе влогую камеру. для меня огромное значение имеет качество видео. Вот кто бы что ни говорил, я люблю именно качественную картинку. Вот. И когда я смотрю, например, свои влоги старые, например, которые сняты на телефон, я ужасаюсь. Какой ужас. мне даже хочется эти все видео удалить. Но мама говорит, что не, не удаляем. Оставь. Дело даже не только в айфоне и в самсунге. У нас вот, когда я работала в Канта Хоми, там был один ксиоми. Что за модель была, даже не помню. Мне очень нравилось, как он снимал. Там была вот такая штука, баланс белого, как есть в Кеноне. Очень нравилось. Я не прям, знаете, фанатка техники, но в моем случае это важно. Потому что я все-таки снимаю мукбанг, я все-таки снимаю плечом. Например, если бы была бы бьюти-блогером, снимала бы какие-то макияжи. Когда снимаешь макияжи, очень важно правильная передача оттенков. Чтобы было ярко. Чтобы макияж был виден. Мне в последнем влоге там девчонки написали, что-то так блекло как-то красишься, говорит, на самом деле камера съедает макияж. В жизни ты можешь выглядеть как матрешка, например, да? А на видео нет. Как будто ты без мейка. Как же вкусно, ребята. Обожаю листья салата. Я вообще все обожаю. Вчера ночью сижу такая, думаю, блин, как бы сейчас гамбургер хочу. в общем, как-то так. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Осталась вот такая вот ножка от курицы. Но доедать я ее не буду, потому что я уже наелась. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вас все очень сильно люблю. С вами была Ика Эмеля. Всем пока. С вами была Ика Эмеля.